Девушки отдыхают Обычный человек. Чего-нибудь стоит? Хоть немножко. Вон, посмотри. Экземпляр в троллейбусе, стоя, смотрит в окошко. Заурядный, стандартный, типический, человечек среднестатистический, не алчущий побед, привыкший к поражениям, смотрит на улицу, радуется дорожному движению. Так быть ему или не быть? Может, его убить? Ведь он всего лишь частица стада. А почему не надо? Мы же все без ума лишь от звезд. Мы их обожаем до боли, до слез. Ах, как он великий страдает, болеет. На помощь к нему все скорее, скорее. Он женщин меняет, он в вечном запое. Но ему можно. Он дорого стоит. Ведь он же в кино и на телеэкране. В публичном рассказе о новом романе, который вовсю обсуждается в прессе. Он ездит на самом крутом Мерседесе, а этот в троллейбусе или в трамвай. Зачем? К чему он? Пускай помирает. Его не заметят потерю в народе. Его пропускают врачи на обходе. Он слишком обычен. Он неинтересен. Плевать всем на то, что он добр, что он честен, Что он ежедневно, упорно, умело творит свое скромное, нужное дело. Что верен жене и друзьям, и отчизне. Но люди его не оценят при жизни. Он так и пройдет по земле незаметно, без звуков фанфар. Без шумихи газетной толпа же слепая, негромко, но смачно. Его будет звать за глаза. Неудачник, но, боже мой! Ради кого до сих пор? Ты видишь и терпишь. Весь этот позор. Как ни для него, для простого земного, Который в троллейбусе едет и снова в окошко глядит. Заурядно, типично. И рад, без причин. И добр, безграничен. Короткий вопрос. Аплодисменты бурными были? На проке, на проке такой был, знаете, провал. Тишина, кровавая. Я еще перед тем, как вот сказала, О, боже мой! Я почувствовала, что зам просто перестал дышать. Просто. Потому что они совершенно не ожидали, о чем речь.